Строительство частных домов за городом. Хотим разобраться с этой темой максимально подробно, поэтому у нас в гостях в нашей студии специалист по загородной недвижимости Руслан Сирожидинов. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите нам и всем нашим зрителям, есть ли рост на загородную недвижимость? Чего там сейчас на рынке? Я скажу таким образом, что рост, он превышает вообще все границы. За последние три года более чем на 300% спрос вырос. И он растет с каждым днем. Почему? У нас имеются программы от государства, которые подталкивают людей к осуществлению своей мечты, как вначале телеведущий сказал. То есть это исключительно с этими программами связано или еще что-то есть? В первую очередь самое важное, естественно, это выгода. Квадратные метры в частном доме гораздо дешевле, чем приобретение многоквартирных домов, квартир и так далее. То есть самое важное, то что люди начали понимать, что за какую-то определенную сумму я куплю себе либо маленькую площадь, либо гораздо в два-три раза больше. Хорошо. А понимают ли те, кто собирается приобрести загородную недвижимость? Я сейчас проведу аналогию с дорогим автомобилем. Да, вот покупаем дорогой автомобиль, но по доступной цене, например, он тебе достался. Но обслуживать его надо, извините меня, запчасти и расходники стоят дорого. Что касаемо обслуживания домов. Рассказывайте вы будущим клиентам, что, понятно, квадратов больше, но и затрат в месяц будет значительно больше. А вот здесь я с вами поспорю. Почему? Сейчас постройка загородных домов делается в современном виде. А то есть нет твердотопливных систем. Печки уже давно устарели, их уже давно убрали. Сейчас отопительная система благодаря электрической системе. А то есть зотовское отопление водяного пола, либо радиаторов, либо ковровое инфракрасное отопление, либо XL-pipe система отопления. То есть тепло идет с пола, снизу вверх, естественно. Поэтому вам всегда и комфортно в доме, и вы ощущаете, что вы словно находитесь в квартире. Те же условия, те же наслаждения, просто у вас есть возможность выйти во двор. Вам не мешают соседи сверху, либо снизу, либо по бокам. Вы никого не слышите. Вы наслаждаетесь жизнью. С утра вы можете действительно взять чашечку кофе, выйти на свою террасу, насладиться рассветом и тем же закатом вечернее время. Красиво рассказываете. Красиво. Вот скажите, пожалуйста, если эти системы отопления, они бывают разные, то лучше, наверное, строить с нуля, чтобы самому выбрать? Или готовый можно тоже как-то вот? Здесь, вот знаете, есть две полярности какие. Есть сельская ипотека от 3% годовых на дома вторичные, да, от физических лиц. Главное, чтобы дом не был старше 5 лет. Также от юридических не старше 3 лет. Но при строительстве дома вы видите изначально из чего и как он строится, начиная с фундамента, далее выкладка блоков, либо других материалов, после, естественно, кровельные работы. Вы присутствуете на протяжении всего времени строительства и контролируете. Но практика показывает, что люди в моменте постоянно что-то меняют, что-то добавляют, что-то улучшают. Ведь, знаете, когда вы берете что-то поддержанное, в любом случае придется туда вкладывать. Придется все равно руками туда лезть. Или красить стены, например. Хотя бы, хотя бы, да. А вот вы сказали про материалы, блоки, а из чего сейчас выгоднее строить всего? Ну, дом, самый популярный. Ну, как говорится, на вкус и свет. Но сейчас современные материалы у нас появились, СИП-панели, каркасные дома. И они для наших сибирских морозов очень-очень хороши. Ранее, да, там, 5 лет назад, они немножко так получилось, что люди подумали, что это очень плохо, потому что технология не соблюдалась. А сейчас же делается все по технологии качественно, что эти там дома, они также по сроку эксплуатации долговечны. Конечно, они не настолько эффективны, как газоблок, кирпич, да. Но все же они выгодны именно по ценовой политике. Помимо этого, есть люди, которые выезжают просто за город на уикенд, да, на барбекю, отдых, баня и так далее. Но и также люди, которые сдают в аренду. Видите, многие не могут себе позволить ипотечное кредитование, да, поэтому арендуют такие домики для просто семейного отдыха, либо с друзьями. И это выгодное вложение, либо инвестиция под сдачу таких домов. А вот из этих вот панелей, насколько дешевле получается дом, если сравнивать с блоками, например, в два раза? В полтора. В полтора. Ну, давайте ценовую политику немного раскроем, да. Из каркасных домов вы можете построить дом, там, за 40 тысяч за квадратный метр, да. Газоблок за 60-75 тысяч за квадратный метр. В зависимости от начинки. Что вы захотите внутри, снаружи и так далее, да. Если кирпич до 85 тысяч за квадратный метр. Брусовой дом в районе 55-60 тысяч, да. Ну, многие склоняются к брусовым домам, да. Но эти дома, они небезопасны, в первую очередь. Во вторую очередь, да, шумоизоляция, как бы так себе. Вот. И при выборе, из чего вы хотите построить дом, вы должны, в первую очередь, понимать, насколько важно для вас время провождения в этом доме. Насколько часто вы будете в нем находиться. А хотите ли вы, чтобы не только дети ваши остались в этом доме, да, ну, еще и вплоть до внуков и так далее. Да, да, да. Вообще, какие варианты ипотеки? Вы уже вот назвали, например, сельскую ипотеку. Есть еще какая-то, которая может сюда подойти? Да, конечно. Государство, в действительности, сейчас очень нам помогает. У нас имеется, помимо сельских ипотек, семейная ипотека. Это у тех, у кого двое детей до 18 лет, либо один рожденный после 2018 года. Проценная ставка от 6. Также госпрограмма, которой может каждый гражданин воспользоваться от 8% годовых. Но и главное, да, данная программа, она действует до июля месяца данного года. И здесь же нужно либо поторопиться, да, ну, либо копить. Ну да, да. Но спрос настолько сейчас имеется, что и цены растут, да. И, как бы, мы боимся залезть в ипотечное кредитовое, но вы посмотрите рынок, что с ним происходит. Сейчас аренда стала по такой сумме, что проще платить ежемесячный платеж по ипотеке, только вы платите за свое. И здесь при выборе, да, дом, либо квартира, вы должны понимать, что есть возможность в черте города построить дом, не выезжая за город. У вас есть возможность все, что необходимо иметь в квартире, иметь в этом доме. Не нужно вам бегать, таскать уголь, там, и тому подобное. Можно выбрать маленький участок, если же вы не хотите чистить снег, да. Но если вы любите большое, знаете, вот, огромное пространство, да, любите отдыхать, активный образ жизни, да, вы можете построить баню, гараж, зону отдыха, хоть теннисный корт. И бассейн. И бассейн. И бассейн, да, верно. Это обязательно. Спасибо. Поговорили, ну, чего, теперь чуть больше знаем про строительство частных домов. Делаем шаги, ну, или, по крайней мере, помогаем кому-то из близких, да. Эти шаги самим сделать, да. Поблагодарим. Еще раз благодарим. Большое спасибо специалист по загородной недвижимости Руслан Сержединов. Спасибо вам, Руслан. И вам спасибо, чтобы мечты сбывались, люди строились.